Приветствую, с вами политолог, кандидат философских наук Андрей Иванов. Хочу рассказать о поистине уникальной для современной российской литературы книге писателя и журналиста, моего давнего друга и соратника Игоря Герасимова. Книга называется «Чаша отравы». Это книга предупреждения всем нам и лекарства от заблуждений. Так бы я ее охарактеризовал. Как истинный патриот и гражданин Игорь Герасимов не стал делать книгу коммерческим продуктом, а выложил в свободном бесплатном доступе. Ссылка на скачивание будет в описании к этому ролику. Надо сказать, что автор через художественные и мистические даже образы строит удивительную стройную систему, которая может дать ключ к пониманию, что же в действительности произошло со страной за последние десятилетия, и, главное, как можно преодолеть трудности и исправить ситуацию. Скажем прямо, в большинстве случаев под видом серьезной политической аналитики нашим гражданам всовывают откровенный бред, пусть и построенный в виде сложных конструкций. И на это покупаются даже политики, крупные финансисты, лидеры общественного мнения и ученые-мужи, которые на основании ложных построений продолжают развивать так называемые «теории», в кавычках, далекие от жизни и здравого смысла. Игорь Герасимов не ищет несуществующей черной кошки в темной комнате, а начинает с главного, то есть с определения мотива. Почему развалился СССР? Кто желал смерти первому в мире социалистическому государству внутри советской системы? И что для этого делал? Какие механизмы и кем были использованы? Откуда бралось им вот это упорство темных и светлых сил истории? А что происходит сейчас? Откуда взялась пандемия коронавируса, а главное, связанная с ней, всемирная истерия? В чем суть противоречий патриотов и либералов, левых и правых, США и Китая? А к чему это может привести? Откуда взялась цифровизация и с какой целью началось полное переформатирование социально-экономических основ капитализма? А что такое социализм не в банальном, а эсхатологическом осмыслении проблем жизни и смерти? Вот чтобы ответить на эти вопросы, Игорь Герасимов берет быка за рога и пытается исследовать внутреннюю мотивацию действующих лиц. Ну то есть те самые глубины убеждения действующих субъектов истории, которые и определяют образ мышления и особенности поведения людей. Это касается и реальных исторических деятелей, и вымышленных персонажей, которых в книге немало, вымышленных персонажей, о которых мы ничего понятно не знаем, но о существовании прототипов которых практически не сомневаемся. За материальным интересом и жаждой власти, самопожертвованием или равнодушием четко прослеживается убежденность, которую в науке и философии описывают не иначе, как особенности религиозного опыта и особенности религиозной веры. Писатель не боится исследовать самые потаенные стороны души героев, и выбор личности для него определяется не столько внешними обстоятельствами, сколько сугубо внутренними терзаниями, чьи истоки в вечном выборе между осознанным служением добру или злу. И вот построив после этого правильные оси координат, и отметив в пространстве ключевые точки, автор прогнозирует будущее России и мира. И вот оно оказывается очень далеким от того, что нам преподносят и государственная пропаганда, и многие критики власти. Мы видим совершенно другие развилки истории, другие тенденции, другие планы сильных мира сего, и возможности совершенно другие простого человека повлиять на ход истории. И за всеми выводами стоит четкая и стройная логика, повторюсь. Для объяснения этой логики Игорь Герасимов не жалеет сюжетных поворотов, художественных образов, длинных монологов персонажей о смысле бытия. В книге есть и яркие герои и сильные эмоции, и фантастические происшествия, и футуристические картины совершенно новых технологий, которые, по мнению автора, должны появиться. Есть в книге и глубокие размышления. Я бы сказал, что книга написана в лучших традициях того стиля русской литературы, выдающимися представителями которого были Николай Чернышевский и Иван Ефремов. Это когда теория обличена одновременно и в философское повествование, и непредсказуемый триллер. Когда с нестерпением ожидаешь узнать, что стало с действующими лицами книги, и при этом буквально пробивает в пот от их словесных рассуждений. И главное, что ясно, в книге Игоря Герасимова рисуется желаемый образ будущего. Не как некая абстракция, а конкретный путь достижения цели. И не как картина сытого и необремененного существования, а именно как образ жизни человека, понимающего и осознающего дух самой истории, самой природы, самого мироздания. Напомню, ссылка для скачивания книги «Чаша отравы» писателя Игоря Герасимова в ссылке под этим роликом.